Кухня – сердце вашего дома. Деликатная, элегантная, стильная, сохраняющая свежесть продуктов. Встраиваемая техника LG. Выглядит превосходно. Готовит с умом. А сегодня, буквально неделю назад, у него состоялась свадьба. Такое ощущение, как будто пусть говорят, и я Малахов. В общем, у него неделю назад состоялась свадьба. Сегодня он уже пришел со своей супругой. Давайте сейчас узнаем, о ком я говорю. В нашей сегодняшней передаче примут участие Тимур и Марьян Мерзоевы. Тимур – популярный блогер и бизнесмен. А Марьян – визажистка, которую мы знаем под ником Горянка. И вот наши гости, о которых я вам сегодня говорил. Тимур, очень приятно. Марьян, здравствуйте. Марьян, вы наверняка, уважаемые телезрители, можете знать по нику Горянка в инстаграме. Да, все правильно. Вот, я сегодня поздравляю Тимура с его свадьбой. Так сложились обстоятельства, что, к сожалению, у меня не получилось посетить. Это великолепное мероприятие, о котором до сих пор говорят и в инстаграме, и в обычной жизни. В общем, на самом деле, свадьба года состоялась, причем прошла очень незаметно. Мы об этом сегодня будем говорить. Но прежде хотелось бы узнать у вас, как добрались до нас сегодня? Хоть и жалуются, что, якобы, бывают пробки, мы без проблем спокойно доехали. Просто, когда вы едете в торговый дом Киргу, пробок не бывает. Если вы едете по этому же маршруту в какое-либо другое место, то обязательно вас ждут пробки. Возможно, не верятность. Расскажите, что сегодня готовите. Так, сначала мы будем готовить шарлотку с яблоками, потом мы будем готовить бургеры и наш любимый завтрак. Шарлотка с яблоками, бургеры и завтрак. Любимый завтрак подразумевает? Наш любимый завтрак. То есть мы сегодня узнаем, какой же любимый ваш завтрак. Итак, уважаемые телезрители, я думаю, что стоит дождаться конца сегодняшнего выпуска, чтобы узнать о том самом любимом завтраке. Шарлотку мы, в принципе, знаем и знаем, что такое бургеры. Но вот эту интригу, которую может выдержать только Тимур, вот сегодня он ее тоже заносит нам. Единственный вопрос, вот это яблоко для чего нам сегодня нужно? Это дагестанское яблоко, суровое, оно для бургера. Ага, суровое дагестанское яблоко для бургера, лукозаменяющее, правильно? Да, с ароматом лука. С ароматом лука, замечательно. Итак, я предлагаю начать. У нас сегодня есть пари с Тимуром, о котором я расскажу вам в самом конце. И уложился ли он в сроке, который заявляет нам. Может, даже в процессе передачи расскажу. Итак, я думаю, все готовы... Давайте я сразу скажу, уважаемые телезрители, у нас есть договоренность. К сожалению, передача, хронометраж передачи не позволяет нам следить за всем процессом приготовления блюд. Но в данном случае, вот в эти 35 минут мы постараемся уместить практически все. Потому что Тимур сказал, что все блюда будут готовы ровно через час. Если этого не будет, а то, какое наказание его ждет, я расскажу только в том случае, если Тимур не уложится в час. Итак, я надеюсь, все готовы, засекают время. И мы начинаем. Поехали! Я буду мешать вам сегодня... Я тоже засеку время, на всякий случай. Буду мешать вам сегодня в приготовлении блюд, потому что я заинтересован в том, чтобы Тимура Мирзоева и компанию Киргу связывали более тесные отношения. До свидания. Расскажи, пожалуйста, Тимур, любимое блюдо? Ну, я, как все мужчины, люблю мясо, любимое... Ты сегодня узнаешь о любимом завтраке, а любимое блюдо мое... Любое мясное блюдо. Мясо, рыба, курица. И чтобы на гарнир были какие-нибудь крупы или овощи на гриле. Ты любишь готовить даже? Ну, я люблю, но по тому ритму работы и жизни, который сейчас нас всех уже окутал, не получается готовить самому. Очень редко. То есть Марьям не смогла оценить вот этого твоего кулинарного мастерства? Пока еще не готовил, ей только где-то подсказывал, может быть, помогал, но не участвовал. Ты не боишься после сегодняшнего выпуска передачи, что она все узнает, оказывается, как ты хорошо готовишь, и ты будешь домой приходить, тебе будут говорить, ой, заждались-то мы тебя, когда начнешь готовить? Блюдо нет, нет. То есть у вас четко разграничено все. А у Марьям есть время? Я сколько знаю, у визажистов тоже со временем большие проблемы? Ну, конечно, да, у визажистов очень сложный график, но на данный момент у нас не сезон. Хорошо. Вот едут к вам гости, да, например. Большая компания гостей. Каким блюдом будете их удивлять? Большая компания. Ну, в Дагестане чем? Если сейчас едут, то это будет хинкал. Они едут на хинкал. Хорошо, спустя год. Я знаю, что ты не любишь, вот, как тебе сказать, банально, чтобы все выглядело. Ты любишь всегда что-то экзотическое, экстравагантное, интересное. В данном случае вот едут те гости, которых ты решил удивить интересным блюдом. Ты это поручишь Марьям задачу или же все-таки возьмешь на себя? Задачу будет выполнять Марьям. Задачу я поставлю сначала перед Марьям, но, получается, исполнителем будет она. Ага. И где, если нужна будет... А какое блюдо, например? Вот чем ты готов удивить завтра гостей, которые к тебе решат нагрянуть, неожиданно? Наверное, что-нибудь такое, что они обычно едят в ресторанах, а я бы приготовил, это дома, стейк. Сегодня есть возможность купить стейки любые, и бай, и тибоны, и систему приготовления мариновки я знаю хорошо, я бы приготовил, подал бы красиво, это было бы... А давай спросим у Марьям. Марьям, а вы бы что приготовили? Вы согласились, что надо удивлять стейком? Или же все-таки есть что-то интересное? Ну, конечно, стейк это очень хорошо, мне очень нравятся стейки, но я как девушка, я бы приготовила... Даргинка, я бы приготовила слоеный хинкал с сушеным колбасой. А у вас не возникает вот этих конфликтов кулинарных? Почему опять даргинское блюдо? Я же просеял что-нибудь. Пока было все европейское. А, то есть европейское. Вы сторонники европейской пищи? Кулинарии. Когда как? Все, всегда надоедает однообразие. Тимур, ты, вот, последний раз я с тобой виделся, тоже мы встречались с бургерной. Я так понял, ты любишь, да, бургеры? Да, я ценитель бургеров, вообще я гурман, вообще я гурман. А как у тебя удается? Вот ты, я помню, если вы, уважаемые телезрители, хотите, вы можете сейчас в ютубе набрать галерею вкусов. Тимур, диджей Тамик, посмотреть тот выпуск. Тимур там, ну, не скажу, что в два раза больше. Но однозначно так крупнее, круглее, так скажем. Сегодня Тимур в отличной форме нас встречает. Человек, который любит побаловать себя бургерами. Как это происходит? Расскажи, как тебе удается есть бургеры, при этом набирать хорошую форму? Есть бургеры, как... Для похудания, это хочется сказать. Нет, есть бургеры в режиме побаловать себя в неделю один раз. Это одно. Вот некоторые начинают потом злоупотреблять этим. Я не злоупотребляю. Вот секрет. И активный спортивный режим. Четыре раза в неделю я тренируюсь. Хожу в спортзал. А ты, получается, у тебя читмил, да? Ты один раз в неделю себя балуешь? Или ты можешь каждый день по чуть-чуть? Ну, в день могу по чуть-чуть, но бургер только в неделю один раз могу себе позволить. Бургер – это самое опасное из того, что ты ешь? Нет, я еще люблю чуду. Чуду? А сладкое? Со сладким? Ну, со сладким не так все сложно. Я могу съесть конфетку. Я уже практически наизусть знаю количество белков, углеводов, жиров. Практически. И поэтому я могу примерно составить, какое количество углеводов я съел, какое количество белков я съел. А ну, посчитай сегодня у нас что? По шкале норма, риск? Я думаю, что норма. Норма? Да. Ну, тут же будет разделение. Тут будет и завтрак, тут будет шарлотка. Да, да, да. Тут будут и операторы, участие, гости все, которые здесь пробуют. Я недавно узнал, что в шарлотку оказывается всего лишь один стакан. Один стакан или два стакана муки идет. Но и зато стакан сахара практически, да? Да. Практически стакан сахара. Так что поэтому оно очень калорийное блюдо. Сразу предупреждаю, это десерт не для людей, которые следят за своей фигурой. Что самое сложное в профессии визажист? Наверное, скорее всего, ну, как многие-то думают, что это вставать, но я скажу, что вставать нет. Самое сложное – это найти общий язык, контакт с клиентом. Потому что люди бывают разные. А в чем сложности бывают? Потому что люди бывают разные, у них бывают свои определенные моменты, характер свой, все бывают нервные, как кто-то готовится на свадьбу, инвесты. Потому что перед мероприятием. А вставать, она имеет в виду, потому что график рабочий какой у вас? С трех. С трех дня? С трех ночи. Ну, для кого ночи, для кого утра? С трех ночи. С трех ночи, да? Да. Ну, это сезон свадебный. Да, до трех-двух дня. То есть, получается, невеста наша начинает готовиться в три ночи? Да. Я представляю, если бы женихи начнут готовиться в три ночи, это будет вообще голливудская пара какая-то, нет? Мне кажется, если начать жениху готовиться в три ночи, он может и зубы себе новые вставить, нет? Да. Ровные, красивые. Я не знаю, вообще полностью себя в порядок привести. Тимур, сколько времени ты готовился к свадьбе? В день свадьбы? Наверное, полчаса, как говоришь. Полчаса. Больше времени занял подбор одежды к свадьбе, потому что я хотел... Расскажите, как вы познакомились? Я думаю, всем интересно в нашем телевизоре. Расскажу. Знакомая мне одна порекомендовала и показала. Девушка, самое главное, воспитанная, порядочная, спокойная и ко всему этому еще и продвинутая. Потом особенности какие, она говорит, не боится работу, она работает, она хозяйка. Более того, с трех утра, может, начать. Ну, да, это вот один из показателей. Потом говорит, вот у тебя сын, у нее дочь, она мать уже, ответственный человек. А сколько лет твоему сыну? Восемь лет, уже, уже получается, там, мои и сын, и дочь. Восемь лет моему сыну, семь лет моей дочери. А, ну, практически все ровесники. Да, они сразу подружились. Можно такой личный вопрос задам один тему? Сколько вы планируете к вашим уже двум деткам и еще прирост детей? Тут все-таки хочется сказать, все по воле Всевышнего, но хочется... Ну, да, ну, внутреннее. Ну, хотелось бы еще двоих хотя бы, да. Потому что есть кого догонять и с кем состязаться. Не будем, не будем. Скажи, что изменилось в твоей жизни с предыдущего выпуска Галереи вкусов? Прошло почти два года. Кстати, я напомню вам, уважаемые телезрители, что Тимур участвовал именно в том сезоне, где у нас были соревнования. Причем были отборочные туры и финал. Так вот, в финале, придя со своей сковородкой, Тимур Мирзоев одержал победу. Сегодня он пришел без счастливой сковороды своей, но сегодня у нас и не соревновательный этап. Да, сегодня все совершенно по-другому. Видите, в прошлый раз у него не было возможности прийти с женой, он пришел со сковородой. Сегодня все уже совсем по-другому. Можно сказать даже, что как-то разве тебя встретил, как у вас там галерея вкусов. Ты сказал, у нас теперь семейный формат, давай скорее женись. Я сказал, все. Я думаю, что ради этого события даже можно жениться. Да, мы, кстати, галерею вкусов сейчас хотим переименовать «Давай поженимся», тем самым стимулировать всех наших популярных и блогеров, и артистов, которые еще не женаты именно к этому очень важному шагу в их жизни. Значит, познакомились вы благодаря твоей знакомой. Ну, расскажу, как я... Она показала, порекомендовала мне ее, и как сегодня в современной жизни. Говорит, посмотри ее страничку. Я захожу, смотрю, так раз посмотрел там до десяточки. Все стабильно, нормально. И начал... До десяточки что это? До десяти тысяч человек подписчиков. Я скажу, дальше ты поймешь, почему я об этом говорю. И я так что-то начал пытаться идти на контакт, а у меня страница как раз была эта «Бородач», вот эта средства по уходу за бородой, тоже своя линейка у меня была. И я ее потом переимен... Она еще на тот момент была «Бородач». Я начал писать, она как косметолог, визажист, она подумала, что что-то... Я какой-то продукцией занимаюсь. Поэтому вышел на контакт, перемотав, там всего лишь пару моих фотографий было, а дальше была вся продукция. И потом, когда она уже поняла, что я уже личного характера задаю, она все-таки полистала, посмотрела, дальше там переход был на другую мою страницу основную. Там уже, где я с сыном, везде я немного рассказал о себе и спросил, как у нее, как ее личная жизнь. Я тоже понял, что она тоже холостая, не как правильно сказать, что у нее нет семьи. И у меня уже с первого дня, как я, получается, в разводе, стояла цель и задача – жениться поскорее. Ну, было такое, что много времени тратил на людей, потом не складывалось. То родители не хотели отдавать национальные признаки, национальные вопросы, и возрастные, ребенок разведен. А тут, получается, схожая ситуация. Я сразу спросил, давай так, даже не хочу начинать общение, не хочу тратить времени, уже и возраст такой. Каждый день без золота. Завтра свадьба, да? Нет, нет. Делите вот так. Я не по продукции, не будем тратить время, завтра свадьба. Почти так. Почти так. Нет, я сказал, вот ты другой национальности, я другой. Вот эти моменты, потом моменты возрастные, и то, что у меня ребенок есть. Может быть, как-то у вас позиционируется, может, дома тебя выдадут замуж, там, девочку хотят оставить. Разное бывает в жизни. Это уже очень долгий разговор. Я сказал, если нет намерения создания семьи, ты собираешься. Вот я понял ее ритм работы. Она говорит, ну, собираюсь, но я же не буду, говорит, ходить, и говорит, там, я собираюсь. И, видимо, не было, не судьба была. Я хочу сказать, что до этого нашего знакомства мы были на трех мероприятиях, на трех. На одном день рождения, на одной свадьбе, на одном живом журнале, где мы были рядом совершенно, на день рождения и свадьбе, на день рождения за одним столом сидели, на свадьбе за соседями. Это вы знали потом уже? Да, я говорю, значит, на тот момент не судьба была. Вот что, когда говорили... На тот момент инстаграм еще не был так популярным. Нет, говорят, что... Когда говорили, я всегда смеялся, что пройдет твое время, и ты встретишь человека, и это судьба. Именно вот до этого случая я, может быть, даже не верил в то, что должно прийти то самое время, когда ты увидишь того человека. Вот, значит, до этого, может, я не был готов к такому серьезному шагу. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, о том, что у нас пари, и час неумолимо движется вперед, а Тимур, увлеченный рассказом о своей супруге, забыл уже о нашем пари. Я тебе скажу так, Марьян, он, если честно, уже давным-давно следил за тобой, просто ждал, когда у тебя появится 10 тысяч подписчиков. Он в самом начале об этом сказал. Как только зашел, говорит, на страницу, смотрю, ого, больше 10 тысяч. Сейчас расскажу, что. Дальше, когда... Вот я этот момент пропустил, спасибо, что ты напомнил. Потом, когда она сказала, что это вот ее страницу взломали, это была там резервная какая-то страница, там было 60 тысяч, и даже знакомая я сказал, я бы не написал, и даже с самого начала проигнорировал, сказав, ну, девушка с таким уже... С такой популярностью. Да, с такой популярностью, с такой публикой, будет избалованная, наверное, и уже там, наверное, бомбитая какая-то что-то. Точно не написал бы, она даже обиделась на это. Но сегодня очень приятно, может, я не могу сказать, что там люди, может, язвят или как, все говорят почему-то, что мне повезло с ней. Скажи, что ей повезло со мной, за меня. Не могу этого сказать, к сожалению, Марьям. Терпите, раз уж решились на этот шаг, вот, пожалуйста, вам Тимур Мирзоев, собственной персоной, здесь, в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи, и даже потрясающая техника от компании LG. Кстати, это наш сегодняшний партнер. Мы сегодня будем использовать... Какую линейку техники мы используем сегодня? Мы используем варочную поверхность? Да. Духовой шкаф? Да. Микроволновку обязательно для нашего семейного. Ну, и холодильники тоже наверняка у вас хранят сейчас продукты. Правильно. Да, все прекрасно. Экономлю холод, электроэнергию в торговом доме Киргу, все правильно, все по контракту у нас так положено. Ну, что ж, давайте для начала все-таки будет правильно, если я расскажу вам о варочной поверхности. Поехали. Итак, представляю вашему вниманию встраиваемую индукционную варочную панель от компании LG с функцией Power Boost, которая позволяет быстрее нагреть все включенные зоны до определенной температуры, тем самым позволяя сэкономить время. Интеллектуальная пауза позволяет снизить мощность нагрева всех работающих индукционных зон до минимума, а после ее отключения вернуться к исходной мощности, чтобы продолжить приготовление. Если по истечению 30 минут пауза не будет выключена, варочная панель отключится автоматически. Марьян, у меня такой вопрос. Вот мы узнали поподробнее о варочной поверхности, но наши телезрители, я думаю, те люди, которые смотрят именно галерею вкусов, уже неоднократно видели Тимура, много чего интересного о нем знают. Расскажите, как вы пришли в этот бизнес красоты и визажа? Я всегда очень любила, моя мама вообще, она художница, она очень любит рисовать, она у меня художественное образование, но мне всегда было очень скучно, мне казалось, это так скучно просто рисовать. И мне хотелось всегда что-то большее, не просто рисовать, мне хотелось что-то большее, что-то делать интересное. И тогда я поняла, что я хочу рисовать на бумаге, на лице, я хочу быть визажистом. И я пошла учиться в нашу школу мейкап ательер, в Махачкале у нас есть такая школа. На тот момент, когда училась я, это было 7 лет назад, это была очень популярная школа, ну и на сегодняшний день тоже популярная, но так как сейчас очень много всяких школ еще образовательных по визажу, то... Такой вопрос к Тимуру. Тимур, скажи, пожалуйста, мы являемся единственным регионом, где популярнее артистов визажисты, я не знаю, стоматологи с недавних пор и операторы-фотографы? У нас в Дагестане очень, среди молодежи, среди девушек в основном, очень популярный культ красоты. То есть они хотят быть красивыми, они хотят быть всегда на виду. А как же горская скромность, о которой столько говорят на каждом углу, на каждом шагу? Это просто получается уже все? Это слова? Нет, почему? А кто сказал, что нельзя быть красивой и скромной? Показать вам сейчас инстаграм популярных людей? Можно выглядеть красивой и скромной, разве не так? Ну, вы сейчас говорите на своем примере, а я сейчас говорю о общих вообще, о общих тенденциях. Я думаю, Тимур понимает, о чем я сейчас говорю. Вы спросили, почему популярны на данный момент визажисты? На этот вопрос я отвечаю тем, что у нас в Дагестане, во-первых, очень разница свадебная индустрия. То есть где нужно быть красивыми, где красивыми девушки хотят быть? Это на свадьбах. А почему они хотят? Кто может ответить мне на этот вопрос? Потому что они хотят выйти замуж, они хотят, чтобы их заметили. В основном нет замужней девушки. Те обращаются к тем зрителям, которые еще не нашли свою вторую половинку. Берите пример с нашей сегодняшней пары, потому что, как говорят они, всему свое время и никто без пары не останется. А если вы уже счастливая семья или же, быть может, вы пока все еще одиноки, это не освобождает вас от приобретения техники от компании LG в торговом доме Киргу, доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. И вот сейчас я расскажу вам о нашем духовом шкафе, в который отправится, я так понимаю, уже наша шарлотка. Да, она уже готова, можно вставить. Ну, вы отправляете ее в духовой шкаф от компании LG, а я объявляю такую небольшую паузу, ни в коем случае не переключайтесь. Совсем скоро мы к вам вернемся. Встраиваемый духовой шкаф от компании LG имеет технологию линейный контроль температуры. Технология обеспечивает точное поддержание заданного температурного режима без перепадов. Поэтому все блюда получаются сочными, красивыми и равномерно пропеченными. В духовых шкафах LG за вентилятором установлен нагревательный элемент. Работая вместе, они обеспечивают более мощную конвекцию. Духовой шкаф нагревается быстрее, горячий воздух распределяется равномерно. Можно готовить на двух уровнях одновременно. Внутреннее эмалевое покрытие EasyClean является уникальной разработкой компании LG. Оно выдерживает высокие температуры и легко очищается водой, позволяя пользователям получить удовольствие от быстрой и гигиеничной очистки. Мы вернулись в студию галереи вкусов. И те телезрители, которые являются нашими постоянными зрителями, уже понимают, почему у меня в руках вот это куконное утро. Дело в том, что сейчас послушайте меня внимательно. Я задам вам несколько вопросов. Если вы считаете, что правильный ответ Марьян, вы поднимаете ложку. А если вы считаете, что правильный ответ Тимур, поднимаете вот эту жизнерадостную лопаточку. Договорились? Держите. Но не подсматривайте, не смотрите друг за другом. Итак, наша викторина начинается. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас более эмоционален? В чем проявляются эмоции? Во всем практически. Мужчины, в большинстве мужчин эмоционально, но я очень эмоционально тяжело. Тяжело? Нет. Нет? Нет, потому что я более спокойный человек. Две недели прошло. Хорошо. Кто первым начинает, наверняка уже ссорились. Кто начинает первым ссоры в семье? Мы не ссорились. Не ссорились? Нет. Ни разу? Поэтому не... Не возникало желания никогда сказать Тимура? Нет, нет, нет. Хорошо. Давайте предположим, вы находитесь в месте, где на одном телевизоре будут показывать любимый матч футбольный Тимура и заключительную серию сериала, которую Марьян ждала целый месяц. Кто кому уступит? Кто кому уступит? Да. Какой канал вы в итоге получили? Ну, сейчас, ну... Тимура или... А, Тимура. Можно я отвечу на этот вопрос? Да. Я не смотрю сериал, я люблю футбол. Вот оно окажется, что Тимур, скрывал-то ты от нас. А Тимур-то у нас играющий. Я знаю. Играющий тренер практически. Мы три года играли. У Тимура была своя команда, у меня своя. На протяжении трех лет мы пытались выяснить, чья команда лучше. Но, увы, злополучная травма моя не позволила мне четвертый год подряд доказывать, чья команда лучше. Доказывать. Пытаться доказывать. Скажите, пожалуйста, чьи подписчики лучше? Кто больше лайков набирает, скажите мне? Это уже не вопрос, это уже без викторины. Кто набирает большее количество лайков? Мариан. Да? Наши общие фотографии. Хорошо. Заключительный вопрос. Если вы приходите в торговый дом Киргу и должны определиться с покупкой той или иной, какой-либо серьезной, за кем останется последнее слово? Это решенные вопросы. Ты такие вопросы задаешь. Неужели ты думаешь, я уже не знаю? То есть вы уже что-то приобретали здесь и уже успели проверить? Не только здесь, и везде это решенные вопросы. В самом начале нашего разговора я тебе об этом и говорил, что когда мне показывали, меня знакомили, получается, заочно сразу сказали, что девушка воспитанная, порядочная, справа. Спокойная. А вам не сказали, что человек очень эмоционален? Нет. Он сам мне все сказал. Вы, как визажист, наверняка всегда остаетесь в тени, а вот Тимур-то у нас популярная личность. Вы ревнуете? Вы ревнивый человек? Ну, возможно, я ревнивый человек, но для этого нет повода. Тимур, вот видишь, какого мнения тебе хорошего? Не подведи. Не даю поводу. Я, насколько знаю, Марьям у нас не только визажист, но еще и представляла какое-то модельное агентство, да? Да, я два года была руководителем модельного агентства, вот, работала. Это фото, фотомодели там были? Все модели. Это здесь, в Дагестане? Нет, это для бутерброда. Да, 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 в Дагестане. Сейчас модельный бизнес процветает. У Тимура есть шансы? Почему нет, да? А если Тимур скажет, я хочу стать моделью, отпустишь ли ты его или скажешь, нет уже, извини, мой дорогой друг? Ну, он не будет так говорить, потому что ему это неинтересно. Ну, почему вы все время все сводите к тому, что он не будет говорить? Скорее всего, у нас так не бывает. Вы имеете отношение к свадебной индустрии? Тимур и с магазином Музмаркет, где музыкальный инструмент и с салютами, вот, а Марьян визажем. Скажите, куда будут двигаться свадьбы дальше? Вот куда еще дальше? Уже миллионные оформления, звук, свет, любые певцы, ну, все уже повидали. Что еще может произойти? Совершенству нет предела. В ногу со временем появляются новые спецэффекты, новые возможности. А вот есть какая-то новинка, о которой мы еще не знаем, но ты можешь сказать, что вот это было бы интересно. Пока, к сожалению, не могу. Нет? Порадовать. Какой самый популярный инструмент, который приобретают в музыкальном магазине? Гитара. Гитара? 98% людей в мире мечтают научиться играть на гитаре. Ты умеешь играть? Нет. А на каком инструменте? На нервах. Я не буду спрашивать, на чьих. Все правильно. Ты играл в футбол со мной, знаешь, на нервах всех тех, кто меня окружает. Хорошо. Воспитание детей. Это самый, пожалуй, да, такой сложный процесс. Вы разрешаете пользоваться iPad'ом то количество времени, которое требует ребенок? Нет, только ограниченное количество. И iPad, и сегодня уже, это было до того, пока пошли в школу, они могли, они могли сами уже как-то, мы сильно не контролировали прогулка, телевизор, iPad. Сегодня уже, когда школа, они после школы идут на продленные занятия, там и танцы, и гитара, и шахматы, и домашнее задание выполняют они. А почему так много сил? Там все в ритме домашних условий. Это уже не учеба идет, а там они отдыхают, они лежат, немножко на гитаре играют, общаются между собой, сидят, играют в шахматы. Все в игровой форме. Потому что сегодня во дворах и на улице, как выросли мы, не растет молодежь, а дома, кроме телевизора и iPad'а, там, YouTube каналов, чего-то нет. А где ты находишь? А как ты находишь время на ребенка? Вечером я, сейчас вечером я бываю свободен. Каждый вечер? Да. Это ты себе установку дал, или же это реально, ты понял для себя, что оказывается у тебя вечера свободны? Я дал себе установку, я даже вечером успеваю после общения с ребенком еще пойти в спортзал. До девяти я бываю с ребенком с полседьмого, с шести до девяти. А в девять уже ухожу в спортзал, когда укладываю по режиму ребенка спать, укладом детей спать. Уважаемые телезрители, многие из вас мне очень часто пишут, говорят, что да не снимаете вы это все в торговом доме Киргу, вы все снимаете где-то в павильоне, где-то на телевидении, ничего подобного. Здесь вокруг нас огромное количество людей, посетителей. Наверняка вы слышите голоса детей, иногда звонящие телефоны. И в подтверждение того, что здесь реально присутствуют люди, я вот сейчас за камеру обращаюсь. Скажите, пожалуйста, сколько времени прошло с того момента, как мы засекли час? Прошло 41 минута. 41 минута прошла. Это говорит о том, что осталось ровно 19 минут. Ты укладываешься, Тимур? Да. Да? То есть ты вообще не паникуешь, да? Все нормально. Да. Хорошо, хорошо, будем проверять. А пока я даю возможность немножко ускориться Тимуру, я не буду его некоторое время отвлекать. И самое время рассказать вам об этом самом, на мой взгляд, стильном холодильнике в мире от компании LG. Корпус холодильника LG Signature выполнен из текстурированной стали, на которой не остается отпечатков пальцев. Внутри также нержавеющая сталь, что намного более гигиенично. Достать из этого холодильника нужные вам продукты можно, не открывая полностью сам холодильник, через дополнительную дверцу, встроенную в основную. Функция называется Door-in-Door. Отделение это позволяет вам экономить электроэнергию, ведь через дополнительную дверь выходит намного меньше холодного воздуха, чем при открывании основной. А еще на этой самой двери есть тонированное стекло InstaView. Если постучать по нему, оно становится прозрачным, и вы сможете увидеть, что внутри не открывает дверцу. Результат ни градуса прохлады не выйдет наружу. В холодильном отделении холодильника LG Signature встроен фильтр Hygien Fresh Plus, который предотвращает появление бактерий и неприятных запахов, тем самым продлевая свежесть продуктов надолго. Вот такой замечательный холодильник от компании LG. Мы вернулись в студию галереи вкусов и продолжаем. И сейчас вот так неожиданно получается, я не успел вам рассказать о холодильнике, как уже подходит момент, когда мы отправляем... Это бутерброды у нас будут, да? Бутерброды отправляем мы в микроволновую печь. Ну и что теперь делать? Ну давайте, я не буду откладывать это в долгий ящик. И сразу же расскажу вам и об этой замечательной микроволновой печи от компании LG. Представляю вашему вниманию микроволновую печь LG Neo Chef. Мощность микроволн в печи LG Neo Chef зашкаливает, благодаря чему затрачивается меньше времени на приготовление блюд. А технология «Умный инвертор» отвечает за качество и равномерность приготовления. Линейка LG Neo Chef отличается изысканностью и минимализмом. Стильная, удобная, продуманная до мелочей в разнообразии дизайнерских решений. Дверца из цельного закаленного стекла без рамок и стыков. Эргономичный дизайн и интуитивное сенсорное управление – это все микроволновая печь LG Neo Chef. Вот такая замечательная микроволновая печь от компании LG. Тем временем нам подоспел уже этот ароматный, прекрасный кофе от кофейни Family, в которой вы можете посидеть, обдумать ту или иную покупку и заказать просто потрясающие блюда от шеф-повара. Ну и, конечно же, напитки там такие же ароматные, как и этот кофе. Не ссорьтесь, не ссорьтесь, я вас очень прошу. Лучше выпейте кофе, эту минуту, пока вы будете пить кофе, мы вам засчитаем. Вот, Марьян. Сейчас, сейчас, я иду. Прошу вас. Это кофе вам, это кофе мне. Я уже смирился с тем, что я буду готовить блоге. Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервемся, чашечка ароматного кофе, и сразу же к вам вернемся, когда уже все будет готово. Не переключайтесь. Мы вернулись в студию галереи вкусов. Как видите, я уже во всеоружии готов дегустировать. Сегодня подготовились. Я не знаю, у кого-то день рождения сегодня, нет? Да. День рождения у кого-то, нет? Нет, все молчат. Все ждут, когда мы закончим съемку, чтобы продегустировать все, что мы сегодня приготовили. Но я постараюсь оттянуть этот момент, и буду как можно дольше с вами общаться. Так, рассказывайте, все ли получилось, как договаривались? Практически все. Единственное, затянулся процесс приготовления бургеров и за котлет. В основном, да, все нормально. Замечательно. Ну что ж, на шпаре, где должен был уложиться Тимур и Марьян, должны были уложиться в час, они уложились в час 04. Значит, что мы увидим Тимура здесь, в торговом доме Киргу. Мы обязательно об этом сообщим, когда. И он будет готовить бургеры так, чтобы все могли видеть сам процесс приготовления. Об этом мы еще вас проинформируем. Подписывайтесь на инстаграм Киргу Дагестан. Ну а сейчас давайте пробовать. С чего надо начинать? Подскажите. Завтрак, наверное. Можно завтрак попробовать? Да, можно вот порезать. В принципе, да. Порезать? Да, можно? Вообще небольшой кусочек. Вообще небольшой? Да, да, да. Давайте вот так. Это у нас хлеб, сыр и помидор. Да. Голландский сыр. Это любимый завтрак наших детей. Вот такой завтрак тоже есть. Ну, буду говорить честно, вы меня сейчас не удивляете вкусами. Хорошо. Ну, подача восхитительная. Просто восхитительная. Мне аж захотелось отмотать время назад и позавтракать. Но... Обязательно. Хорошо. А вы почему не кушаете? Ну, мы как-то тоже будем писать. Я так что-то запереживал немножко. А у нас еще перчатки одели, что-то от перчатков пальцев не осталось. Не знаю, к чему готовятся. Надо на самом деле посмотреть, как получилось-то приготовить здесь, дома там. Поверь мне, здесь все как дома. Удобно? Удобно. Мне кажется, если бы вы готовили дома, мы бы все приготовили за час 05, а здесь за час 04. Что мы пробуем дальше? Картошечку? Картошка с сырным соусом, с майонезом или с кетчупом. С сырным рекомендую попробовать. Мне кажется, давно ведущий так долго не молчал, а распробовал блюда. Представляете, уважаемые телезрители, это еще не все. Я попробовал уже два блюда, а дегустация продолжается. Сейчас мы переходим к бургеру. Да. Такс, вот этот можно пышный я возьму? Да. Скажите мне, это в домашних условиях, получается, можно готовить? Да. Все продается готовыми, и булочки продаются готовыми, и сегодня продаются и котлеты. Тяжело говорить с набитым ртом, но мне это удается. Бургеры, вот как в лучших бургерных Москвы. Может, если булочка была бы чуть теплее, да, было бы вообще восхитительно. Но консистенция и форма, и вкус восхитительные. Тимур, Марьян. Спасибо. Мне знаете, что радует сейчас? Что мы продолжаем дегустацию, это еще не все. Меня подгоняют сейчас все люди, говорят, давай, давай, быстрее, быстрее. Можно я попробую шарлотку? Да, давайте я порежу этим ножиком. Давайте такой небольшой кусочек мне и вам. Так, получается, что здесь представлены завтрак, обед и ужин, да? У нас не хватает только кофе. Зря мы так быстро выпили кофе от кофейни Фэмили. Вот сейчас бы оно было бы как нельзя кстати. Давайте я прямо так вилочкой возьму кусочек, попробую. Он горячий, наверное, да? Да, да, только с духовки. Он же из духового шкафа от компании LG, плюс 5 к вкусовым качествам. Не забывайте об этом. Очень грамотно. Сверху хрустит, внутри все мягкое. Ура. Яблочки. Тимур, ты еще не пробовал мою шарлотку. О, Тимур, я даже тебе мешать не буду. Проходи, пожалуйста, мой дорогой друг. Пробуй, пробуй. Мне на самом деле было очень приятно, что вы сегодня пришли. Побаловали нас таким разнообразием блюд. Мне кажется, самое время побаловать вас замечательным подарком в вашу семью, которая уходит от торгового дома Киргу и, конечно же, от нашего партнера, от компании LG. Если можно сделать, пожалуйста, Тимур, места немного. Будете теперь детям готовить завтраки в этой микроволновой печи. Вот, прошу. Пользуйтесь на здоровье. Мы с нетерпением ждем приглашения в гости как на завтрак, как выяснилось, что у вас замечательно, так и на обед. Я так понимаю, тоже все в порядке. Ну и даже на ужин мы найдем время и все вместе к вам придем, если вы, конечно же, нас пригласите. Проходи, Тимур, несколько слов в адрес наших телезрителей, которые сегодня, мне кажется, просто так разыгрался у них аппетит, что они ждут, когда же уже наконец мы попрощаемся, завершим передачу и они начнут готовить себе эти бургеры, эти завтраки и замечательную шарлотку. Прошу. Торговый дом Киргу – это то место, откуда не хочется так быстро уходить, как ты сейчас говоришь. Это лучший слоган, который был придуман. Лучше я ничего не придумаю. Дом, в котором есть все. И здесь всегда можно найти все для домашнего уюта. От техники до мебели. Ну и, конечно же, инвентарь. Мария, согласна ты с этим? Да, согласна. Полностью согласна со своим мужем. Вот такая замечательная семья сегодня к нам прибыла. Вы слышите, дети радуются, что передача подходит к концу и они смогут попробовать бургеры. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до свидания. В новом выпуске новые гости, новые интересные беседы, а самое главное – новые рецепты, которые вы узнаете, если включите нас уже на следующей неделе, в субботу, галерея вкусов, торговый дом Киргут, дом, в котором есть абсолютно все для вашей семьи и, конечно же, наш партнер – компания LG. Кухня – сердце вашего дома. Деликатная, элегантная, стильная, сохраняющая свежесть продуктов. Встраиваемая техника LG. Выглядит превосходно, готовит с умом. Гитара. 98% людей в мире мечтают научиться играть на гитаре. Ты умеешь играть? Потому что нет. А на каком инструменте? На нервах.